Здравствуйте! Сегодняшним нашим героем будет овощ, который заставит плакать абсолютно всех. Как вы догадались, это лук. Самый популярный ингредиент многих блюд национальных кухонь. Лука существует в мире более 400 сортов и видов. Для приготовления местных и рыбных блюд мы используем более острый лук, а для приготовления салатов более мягкий, сладкий, так и называемый салатный. Также нам известен многолетний лук, шнит-лук, который весь сезон дает пряную хорошую зелень. А как же хорош зеленый лучок под картошку с селедочкой. И представьте, вот такой небольшой пучок лука на сегодняшний день в магазине или на рынке около 10 гривен. А мы можем вырастить его сами. Вспомните, ваши мамы и бабушки брали проросшие луковицы, высаживали их в баночки, наполняли эти баночки водой, и все подоконники в доме были заполнены банками с луком. Места много, толку мало. Мы же с вами сегодня построим целую вертикальную грядку зеленого лука. Мы будем использовать обыкновенный баллон для воды. Что же с ним можно сделать? Маркером делаем разметку. В таком баллоне у нас получится 5 этажей, по 8 окошек, итого 40 луковиц. Разметка под окошки готова. Будем мастерить окна. Конечно, можно их вырезать ножницами, но это будет долго, трудоемко, и края получатся неровные и острые, что будет ранить нежную зелень. Поэтому я буду использовать паяльник. Горячим паяльником прожигаем отверстие и начинаем его увеличивать. Одно такое отверстие – одна луковица. Не стоит их делать очень большими, чтобы влага не просачивалась. У баллона следует срезать горловину. Многоэтажный домик готов. Но прежде чем заселять его жителями луковичками, проведем водопровод. Для этого у нас имеется заранее подготовленная полуторалитровая бутылка, наполненная песком. Также в ней проделаны отверстия. При поливе вода будет поступать к луковицам. Устанавливаем бутылку в центр баллона и заполняем землей свободное пространство. После того, как мы наполнили емкость до первого ряда окошек, начнем высаживать лук. Для высадки используются небольшие луковицы до 4 см в диаметре, так называемый выборок или сивок. Мы с вами используем многозачатковые луковички. Их называют еще кущевка. По представлению древних, способность лука выживать лишь под покровом тонкой чешуи указывала на его обороняющие свойства. Поэтому древние рыцари вешали лук себе на шею в качестве амулета. Грунт для высадки лука используется любой. Если он сильно тяжелый, вы можете его сделать легче при помощи песка, торфа или опилок. Кстати, есть еще одна интересная история, которую я недавно узнала. В Германии, если родители невесты предлагают жениху и сватам салат из свеклы, значит, они ему отказывают. А если угощают яишенкой с зеленым лучком, значит, согласны на брак. Домик для луковой семьи готов. Последний штрих. На свободное место мы посеем семена салата. Помимо лука, вы сможете затем побаловать себя вот такими сочными устными листьями. Устанавливаем сверху лейку. Не забывайте поливать ваш вертикальный огород. Пройдет буквально две недели, и на вашем подоконнике появится настоящее зеленое чудо. В перьях зеленого лука витаминов гораздо больше, чем в самой луковице. И вообще, о пользе зеленого лука можно рассказывать очень долго. Ведь не зря в народе говорят, лук лечит семь недуг. На то она и народная мудрость, что всегда права. Не отказывайте себе в свежей зелени и будьте всегда здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова